Ряд изменений с 1 марта претерпели правила дорожного движения. Среди них есть и давно ожидаемые жителями России. В частности, в правилах дорожного движения наконец-то прописали, что могут, а что не могут делать обладатели так называемых средств индивидуальной мобильности. Обладатели новомодных видов транспорта, электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и прочего давно были костю в горле у госавтоинспекции. Носятся как оглашенные, ездят и паркуются где хотят. Поэтому в ГИБДД ждали узаконивания пользования данными средствами передвижения. И вот с 1 марта в правилах дорожного движения появился целый ряд изменений. Дети до 14 лет могут передвигаться на них по тротуарам, пешеходным и велодорожкам. Старше 14 лет только по велодорожкам. Но при условии, что вес такого устройства не превышает 35 кг и скорость его ограничена 25 км в час. Если же велодорожек нет, то передвигаться на так называемых средствах индивидуальной мобильности можно и по тротуарам, правда только с пешеходной скоростью. При тех же условиях электросамокатчики старше 14 лет могут быть приравнены и к велосипедистам, выезжать на трассы, где скорость передвижения ограничена 60 км в час. Ну и, конечно, ехать не посередине потока. Возможно передвижение по краю проезжей части. Если имеются нормальные тормоза, спереди белый фонарь и сзади красный фонарь. Правда, всё это не касается сегвеев, гироскутеров и моноколёс. Ведь у них нет тормозов, а издок снижает скорость за счёт переноса центра тяжести. Так что, видимо, им просто придётся передвигаться вдоль обочины со своим средством индивидуальной мобильности на плечах. К другим темам.